добрый день уважаемые друзья с вами юрий хамутский клуб успешных инженеров сегодня у нас апдейт стоит ли покупать доллары 9 марта напомню у меня было было записано 19 20 февраля серия видеороликов посвященная тому покупать ли доллар как он растет и так далее я проанализировал историю курса доллара за 25 лет записал видеоролики 19 20 февраля и сейчас они выходят каждые три дня на канале распланированы до конца марта но как вы понимаете через несколько дней после того как я записал их случились важные события которые существенно изменили текущее положение дел и возникает много вопросов актуальны ли ролики теперь я отвечаю что да они по-прежнему актуальны они по-прежнему актуальны потому что они учитывают 25 летнюю историю за 25 лет у нас был кризис 98 года когда доллар подскочил в четыре раза даже в 5 6 рублей до 24-30 у нас был кризис 2008 года в 98 он подскочил резко как вы помните одним двумя днями в 2008 девятом он нарастал плавно в 2015 были резкие движения вверх и вниз 25-летняя история учитывает разные виды кризисов и все мои выводы сделаны на вот этом долгосроке поэтому текущий кризис тоже когда мы на него взглянем через три года мы посмотрим как бы в историю на три года назад мы увидим что все ложится в долгосрочный сценарий поэтому видео актуальны они основаны на фундаментальных законах все там рассказано правильно просто последний всплеск не учтен последний всплеск мы учитываем в этой короткой серии роликов где говорим о текущей ситуации на данный момент доллар предварительно остановился как мы видим диапазоне 110 120 что можно сказать что даже при текущем уровне так как он не откатывается назад можно говорить о возможном повышении ключевой ставки cbrf выше 20 процентов ну а если рост продолжится рост курса доллара то повышение ключевой ставки придется точно ждать тогда нас ждут еще более выгодные вклады в банках еще один момент смотрите здесь на графике приведен кризис 2014 15 годов после роста всегда есть откат когда в четырнадцатом году курс доллара резко пошел наверх вот это . это . 16 декабря вторник черный вторник как его сейчас называют cb ввел стуль ключевую ставку повысил ее до 17 процентов и в этот момент курс доллара резко пошел вниз после взлета всегда есть откат назад а после отката всегда есть перехай так называемый то есть обновление максимума и мы это видим что в начале пятнадцатого года курс доллара достиг отметки 70 в трейдинге есть так называемая теория волн эллиота это импульсы пяти волновые где первый первая волна такая заходящая вторая небольшая коррекция потом идет третьем мощная наверх четвертая коррекция о которой я говорил здесь в первом пункте что после роста есть коррекция откат это вот в данном случае четвертая волна и после этого после коррекции проходит обновление максимума это перехай это так называемая пятая волна то есть рост 14 года вот укладывается в пяти волновик после этого происходит более глобальный откат то есть глобальная четвертая волна и нарастает глобальная пятая волна то есть мы вот здесь в этой теории видим пяти волновик вверх маленького масштаба и более большого масштаба вот Это откат после перехая, а это откат после роста, а это обновление максимума. И мы увидели максимум выше 80 рублей, хотя до этого был максимум 70. Таким образом, сейчас нам стоит ожидать того же самого. В принципе, часть из этого вы уже видите на этом графике. После резкого роста курса доллара возникает откат. После отката возникает перехай, то есть превышение максимума. Был максимум 110, стал максимум 117. После этого можно ожидать или от текущих цен, потому что мы пришли к четвертой волне, роста к новым вершинам или более существенного отката к 90 примерно уровню и тогда очередного перехая. То есть все это развивается волнами, но ключевая мысль, что после роста всегда есть откат, а после отката возникает пробитие максимума. Это у нас было и тогда, и сейчас, и в перспективе это будет. Эта концепция будет работать. Это более краткосрочная концепция, потому что если вы говорите, что вот здесь долгосрок, и все эти видео хорошо работают на горизонте 5 лет, 10 лет, то на горизонте недели и месяцы надо разбираться в этих волнах. Далее текущая ситуация. Сейчас у нас доллар вырос, и на горизонте нескольких лет инфляция его догонит. Сейчас уже инфляция разгоняется в пересчете на год до 17% по официальным данным. По итогам года мы пока не можем говорить, что будет инфляция 17%, потому что у нас был январь и февраль с относительно малой инфляцией. Но на 15% пока мы рассчитываем, что по итогам 2022 года будет инфляция в районе 15%. Но следим за событиями, здесь все может поменяться еще. Но суть в том, что инфляция разгоняется, и поэтому, если помните мою серию роликов, то инфляционный курс доллара потихонечку будет догонять реальный курс доллара. Но в конечном итоге концепция с инфляцией останется в силе. Ну и вот последний пункт. С течением времени инфляция съест рост доллара. Поэтому очередной ответ на вопросы, выгодно ли покупать доллары. Краткосрочные колебания невозможно угадать, и покупать имеет смысл только в долгосрок. Отдельно пишу специально, чтобы не было вопросов. Долгосрок – это минимум на 5 лет. И 5 лет нам дает 81% успеха. А лучше на 10 лет. И тогда у нас будет 89% успеха. Но этот процент успеха без учета долларовой инфляции. Она же тоже есть. Сейчас доллар тоже разогнался по инфляции. С учетом инфляции долларовой, процент успеха будет 40-49. Таким образом, в долгосрок покупая доллары, даже вот просто находясь в долларах, у нас всего 50 на 50 вероятность успеха. Именно поэтому доллар не является инвестицией. Доллар – это просто валюта, которая точно так же подвержена инфляции. И последний пункт. На свободные деньги выгодно покупать сразу, как только они появились. Ждать лучших цен невыгодно. Тем более мы не знаем, когда именно будут лучшие цены. Некоторые варианты стратегии будут разобраны в той серии видео и дополнительно еще проработаны мною. Ждите, скоро все будет. Здесь кратенько скажу, что у нас есть определенные стратегии, как закупать доллары и три результата. Вот видите, самый левый, самый лучший результат, средний и худший. Они отличаются тем, когда мы покупаем доллары. В первом случае мы покупаем разово в начале года. То есть у нас в начале года есть большая сумма, мы бах и купили. Второй вариант – это ежемесячно в течение года. И третий вариант – разово в конце года. Эти три варианта отличаются по сути своей тем, как быстро мы… Вкладывается одна и та же сумма. Вопрос в том, как быстро мы ее вкладываем. Сразу в начале года или постепенно в течение года или в конце. Понимаете? То есть вопрос скорости. И мы видим по этому графику, что самый лучший вариант – вложить деньги сразу. Это, опять-таки, повторюсь, на истории в 25 лет подтверждено. Самый выгодный вариант – как только есть деньги, вложить их сразу. И в течение 25 лет это именно… Ну, то есть на постоянке так и делать. Как только есть лишние деньги, сразу их куда-то вкладывать. Это самая выгодная стратегия. Эти столбики вам это подтверждают. В будущих видео будет подробный расчет, таблица, как именно получились данные цифры. Итак, вернусь сюда. Краткосрочное колебание нельзя угадать. Покупаем, если покупаем, то только в долгосрок. При этом долгосрок – это минимум 5 лет. Вы должны понимать, что в течение… Мы покупаем доллары и 5 лет пусть лежат где угодно, под подушкой, под матрасом, в шкафу, рядышком здесь на тумбочке и греют душу своим наличием. Любой вариант. Но минимум на 5 лет, а лучше на 10, а еще лучше на 15. Только тогда у нас чем дольше срок, тем большие шансы на успех. Но с учетом инфляции шансы на успех на самом деле малы, поэтому доллар не является инвестицией. На свободные выгодно покупать сразу, как только появились, и не ждать. Этот график нам показывает, что каждое следующее ожидание съедает 5-10% нашей прибыли. Все, друзья, на сегодня все. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, делитесь этим видео с вашими друзьями. С вами был Юрий Хамутский, Глубь успешных инженеров. Пока.